Советы доктора Левина. В эфире Радио Спутник в Крыму каждый четверг в 12 часов 30 минут. Слушайте, консультируйтесь, задавайте вопросы. И, пожалуйста, будьте здоровы. Радио Спутник в Крыму. Хорошего всем настроения, отличного доброго дня, друзья. Продолжаем наши встречи. Наши встречи в рамках медицинских тем, которые предлагаем вашему вниманию еженедельно. И я уверен, что сегодня огромное количество наших радиослушателей с вниманием отнесутся к тем рекомендациям, которые будут звучать в традиционной нашей рубрике о медицине. Будем говорить о конкретном лечебном учреждении. Действительно, это лечебное учреждение переживало различные совершенно периоды своего развития. Но сегодня мы с гордостью говорим, что клиника Крымского федерального университета, одна из ведущих клиник, сегодня у нас клинический медицинский центр святителя Луки, вызывает сегодня огромный интерес у пациентов, причем не только из столицы Крыма, но и практически из всех регионов нашей республики. Сегодня в нашей студии руководитель хирургического центра клиники Крымского федерального университета имени Вернадского, заведующий урологическим отделением, член Европейской ассоциации урологов Сергей Николаевич Еременко. Добрый день, Сергей Николаевич. Здравствуйте, уважаемые крымчане. Рады вас очень приветствовать, знаю, как сложно вас заманить для эфиров, потому что работа напряженнейшая, ежедневная, ежечасная, что называется, тем более на новый уровень клиника вышла сейчас, и об этом мы обязательно поговорим. Но традиция моих встреч с гостями, это прежде всего рассказать о личности гостя, что у него за плечами, какой опыт жизненный и профессиональный. Ну и, наверное, поблагодарим в очередной раз нашу альмаматор, Крымский медицинский институт. Ну, я думаю, что, конечно, медицинский институт Крыма вообще славен своими успехами, и многие из моих коллег проходили обучение, и я рад, что они работают сейчас рядом со мной. А когда вы учились в клинике, вы уже видели себя специалистом, урологом, руководителем вот такой клиники? Как вы на пятом-шестом курсе, какие были направления медицины? Меня интересовала хирургия желудка. Мне нравились эти операции, у меня была небольшая научная работа даже на пятом курсе. То есть, урологией я не собирался заниматься. И считал, что буду заниматься хирургией желудочно-кишечного тракта, в частности, желчеводящих путей и желудка. Евгений Иларионович Захаров какие-то оставил для вас знаковые темы, наш великий хирург, ученый? Ну, безусловно. Это люди, общение с которыми и просто само понимание того, что ты находишься где-то рядом, для студентов имеет колоссальное значение. Я не случайно вспомнил, потому что добрых несколько десятков лет назад Евгений Иларионович оставил след и у меня, причем в прямом смысле слова, производя аппендиктомию в молодом возрасте. Но давайте о сегодняшнем дне клиники поговорим. Разве что напомним, что ваш творческий путь хирургический, он связан был с городом-героем Севастополь многие годы. Да, я работал в городе Севастополе. Здесь работаю вот в течение полугода. С 8 июля было открыто урологическое отделение в клинике. И вот это направление мы стали развивать здесь. Сама история, она следующая. Во-первых, сейчас клиника возрождается, и мы с вами должны без всякого рекламирования, дать картину и поблагодарить, я думаю, что от чистого сердца руководителей федерального нашего Крымского университета, которые не только занимаются образованием, но вот и решили заняться и практической медициной. То есть сейчас мы имеем уникальную возможность работать в операционных совершенно с другой аппаратурой, которая есть сейчас. И этот проект стартовал где-то полтора-два года назад. И общими усилиями этой работы и врачей, экономистов, юристов, контрактников мы создали то, что есть. Ну, давайте сразу определим, что ли, приоритеты и позиции. Дело в том, что у многих до сих пор еще ассоциируется клиника медицинского нашего в свое время института, сейчас академия, сейчас точнее клиника КФУ с частной медициной. Вот это мы должны с вами сегодня раз и навсегда разрубить этот город Диефузел и дать точную информацию, что вы работаете со всем Крымом, вы работаете по фонду обязательного медицинского страхования, вы имеете возможность бесплатных исследований, предварительных проведения скрининга. Вот давайте акцент на это сделаем, чтобы абсолютно изменить взгляды на клинику, которая, еще раз повторю, в свое время переживала не самые лучшие времена. Ну, во-первых, проблем много организационных, но хочу сказать, что, как и любое государственное учреждение медицинское Крыма, клиника работает и в системе страховой медицины, и в системе платных услуг. И за это время мы запустили систему оказания высотехнологичной медицинской помощи, это все страховая медицина, вот в клинике. То есть выбор системы оплаты осуществляет пациент, вот, но акцент основной у нас сейчас на страховую медицину, и она, кстати, позволяет, позволяет страховая медицина оказывать помощь на очень высоком уровне. Вот приоритет наш, это страховая медицина тем, чтобы все это было доступно, и здесь у нас в Крыму пациент мог получить эту помощь. Сергей Николаевич, давайте на конкретных примерах. Условно, Ленинском районе врач первичного звена заподозрил какую-то патологию, и он хочет проконсультировать в клинике Крымского федерального университета. Чего греха таить? Многие наши коллеги с вами боятся в центр, что называется, направление писать, так называемые 57-е форумы, а вдруг потом рикошет будет, резонанс, что миновали уровни различной аккредитации лечебных учреждений, сразу, мол, в центр отправили. Реально для клиники КФУ получить вот такое направление от первичного звена здравоохранения Крыма? Ну, во-первых, клиника находится в системе работы страховой медицины, Фонда обязательного медицинского страхования, и у нас с вами по закону врач должен информировать, любой врач информировать, что, допустим, больной, условно, камень почки, ему могут оказать помощь в Евпаторийской больнице, больнице там номер 7 Симферополя, и клинике Святителя Луки. И больной имеет право выбора врача и лечебного учреждения. Это 323-й закон Российской Федерации, там есть пункт, который, ну, должен выполняться и никаких вопросов нет. Ну, то есть, эта модель реальная, нас слушает весь Крым сегодня, Сергей Николаевич, поэтому не исключено, что после нашего с вами диалога количество желающих проконсультироваться в клинике Крымского Федерального Университета увеличится. И я думаю, что вам, с одной стороны, это будет приятно, что о клинике больше и больше людей получают правдивую, реальную информацию, но и для самой клиники, наверное, это очень важно и в профессиональном плане. Наша-то встреча как раз и эту цель тоже преследует, я надеюсь. Дело в том, что сама структура работы сейчас в клинике и сама привлекательность клиники, она очень важна в каком плане, что пациенты должны понимать, что им там хотят помочь, и врачи готовы оказывать помощь на очень таком хорошем уровне. А любой врач, я сейчас касаюсь, например, урологии, имеет контактные телефоны районной больницы, он может всегда позвонить, это касается любого района Крыма. Мы это, причем это не то, что может, это наша работа ежедневная, мы обсуждаем какие-то случаи клинические и решаем вопрос, какие сроки, когда и куда обращаться. Вот для этого мы, собственно, и существуем. То есть клиника Федерального Университета. Ну вот вы подвели меня как раз к информированию о контактах телефонных, и сейчас, может быть, не так даже пациенты, как наши с вами коллеги, возьмут ручку и запишут эти телефоны для консультирования с вашей клиникой, с вашими специалистами. Мобильный телефон плюс семь девять семь восемь девятьсот восемнадцать тринадцать тридцать четыре, и есть стационарный код Симферополя три шесть пять два пятьдесят пять сорок семь сорок шесть. В конце программы я еще раз повторю эти координаты для контактов. Сейчас определены главные направления у нас в здравоохранении, и мы это помним и по посланию нашего президента. Это и первичное звено, это дети, это родоспоможение, ну и многие другие, онкология прежде всего. Вот я бы хотел как раз сделать акцент, потому что мы могли бы вас представить как и врач-онколог, и я думаю, что это точная была бы характеристика вашей трудовой деятельности многолетней. Так вот, как не допустить эти онкозаболевания? Давайте, может быть, применительно к урологической патологии, начнем именно с более близкой для вас темы. Вот те скрининги знаменитые, о которых мы говорим, реально их получить в условиях клиники мединститута нашей, медакадемии? Ну, сейчас в рамках мы создаем программу, так называемая федеральная целевая программа, называется «Мужское здоровье». Мы первый шаг сделали и хотим заняться вот онкологической помощью для жителей Крыма. И вот один из этапов реализации этой программы – это скрининг больных с заболеваниями предстательной железы. Сейчас вот уже это существует, мы готовы любого пациента совершенно бесплатно проконсультировать, сделать ему ультразвуковое исследование. Тоже бесплатно? Тоже бесплатно. Сказать, что все остальное будет бесплатно, там и компьютерные томографии, и МРТ мы не можем, потому что, понимаете, что страховая медицина – это только часть общего такого… Да, мы не раз об этом говорили уже со специалистами, и здесь очень важная мысль, которую вы уже сказали, что скрининг, то есть уточнение ситуации сегодняшнего дня, можно провести в клинике КФУ бесплатно, в том числе с включением ультразвуковой диагностики. Совершенно верно. И мы очень в этом заинтересованы, потому что это наша общая боль, моя как врача и моих пациентов, то сейчас мы встречаемся в основном с заболеваниями предстательной железы в тех случаях, когда приходится операции делать очень объемные и распространением процесса на окружающие ткани. Омоложение, к сожалению, вот такое слово я применю, к патологии урологической, а на сегодня тоже заметно это, и вы наверняка из опыта своей работы уже видели. Раньше мы говорили так, и нас учили в своем институте, старше 45 лет обязательно электрокардиограмма, обязательно проверьте сахар крови, обязательно сделайте флюорографию, и этого достаточно. Сейчас уже эти стандарты смещаются в более низкие цифры, я имею в виду 30-35 лет, относительно вот тех скринингов. Когда уже надо задуматься и пройти эти обследования, в том числе и в вашей клинике? Ну, для мужчин, что касается болезни предстательной железы, я думаю, что это возраст после 40 лет. Вот я никогда не представлял себе, когда начинал работу врача-уролога, что сейчас буду оперировать мужчин в возрасте 40 лет по поводу злокачественных опухолей. С чем связано? Как не допустить этого? Почему происходит это? Экология, там наши продукты. Я думаю, что это общемировая проблема, и мы сейчас все с вами аспекты этой проблемы затронуть не сможем, ведь на моих глазах вот этот мир меняется. Я знаю, что мой папа, он крепче, чем я. Мой дедушка в свое время, 80 лет, косил траву и делал это лучше, чем я, 17-летний. То есть, этот процесс, он идет во всем мире. Каждое поколение, и потом мы цивилизация с вами комфорта. Нам все время должно быть чуть-чуть удобнее, чуть-чуть повкуснее, чуть-чуть послаще. Вот. А эти вот мои родственники, они в свое время голодали, они занимались активной физической работой. То есть, это вопрос не только врачей, это вопрос каждого человека конкретно. Сергей Николаевич, сейчас я приведу цифры, а дальше мы от них оттолкнемся. Итак, если принять за 100% здоровье отдельно взятого человека, наука говорит так. 15% экология, 15% генетика, состояние, уровень оказания медицинской помощи 20%, 50% это образ жизни человека. Вот давайте на этом сделаем акцент. Ведь то, что мы говорим в профилактике гипертонической болезни, ишемической болезни, оно актуально и для хирургической, урологической патологии. Ну, безусловно, ведь вещи самые... Я сейчас со своим пациентом говорю, вот вспомните, что нам говорили в первом классе, что мы должны, что мы должны кушать. Нам почему-то говорили про какие-то закаливающие процедуры, про физические нагрузки. Для чего это все говорилось? Сейчас это очень актуально. То есть мы живем в мире, где мы мало двигаемся, кушаем продукты не всегда те, которые хотели бы потреблять. Их много в магазинах. То есть все это есть, и каждый человек имеет право выбора. Ехать на работу на велосипеде или на классной машине какой-то там, как я это делаю. Но я, например, с собой не в качестве рекламы занимаюсь. Так вот расскажите на своем примере, это будет еще убедительнее, Сергей Николаевич. Для того, чтобы каждый день заходить в операционную, я занимаюсь круглый год плаванием. И занимаюсь морской охотой. В открытых водоемах плавание? Морской охотой я занимаюсь. Я одеваю специальный костюм. И в январе тоже? И в январе тоже, да. И это мне позволяет определенным образом поддерживать свою спортивную форму. Опять же, цель какая? Не просто румянец на лице и красивая фигура, а то, чтобы я мог работать активно в своем возрасте. Ну, кстати, красивую фигуру у мужчин никто не отменял. Сейчас, к сожалению, у нас другие примеры в большинстве случаев, увы. Но давайте еще раз конкретно о видах оказания помощи, диагностической, лечебной. Ну, у всех на слуху проблемы, связанные с мочекаменной болезнью. Вот существовали в свое время масса оперативных вмешательств. И полостных, и которые оставлялись лет потом на всю оставшуюся жизнь. Потом появились эндоскопические методы, лапароскопические. Как сейчас борется ваша клиника вот с такими диагнозами и с камнями в почках, мочеточнике, в мочевом пузыре? Ну, в клинике сейчас уже реализована программа так называемой хирургии одного дня. Я говорю про урологию. Когда при довольно сложной патологии, это касается мочекаменной болезни, и от доброкачественных опухолей простаты мы можем выписывать человека на следующий день. То есть при любом... Оказав ему весь комплекс необходимых лечебных мероприятий. Да, оказав хирургическую помощь. И все это сейчас уже здесь существует. По мочекаменной болезни мы с вами район такой... Эндемичный. Эндемичный, так будем говорить. В котором заболеваемость выше, чем в целом по стране. Сотрудниками клиники освоены и успешно применяются методы так называемой комбинированной контактной литотрепсии. Суть этих методов в том, что дробление камня идет с использованием разных энергий. Лазерных, наноимпульсных и одновременно крупные камни, коралловидные в том числе, проводятся их дробления через мини-доступы в почку, проколы, и через эндоскопы, которые проведены через мочеточник. То есть, одновременно идет воздействие на камень с двух сторон. Естественно, скорость операции, ну, по крайней мере, в два раза. Но многое зависит от того, какие видеокамеры высокого разрешения используются. Да, сейчас у нас есть такая возможность работать на высококачественной аппаратуре. В лапароскопической операции делаем 3D, так называемом, разрешении, когда мы объемно видим орган. Вот, то есть, естественно, что когда ты видишь ткани достаточно четко, то ты по-другому выполняешь операцию. Есть ли кадровые проблемы для выполнения этих операций на самом высоком уровне? К сожалению, мы знаем, что происходит в здравоохранении России в целом и Республике Крым, где около 600 свободных ставок врачебных только. Какова ситуация в клинике Федерального университета? Ну, эти операции мы выполняем каждый день. В принципе, кадровые проблемы у нас есть. Сейчас вот приезжали два доктора из Смоленска, один заканчивает ординатуру. К нам приезжают, кстати, доктора смотреть наши операции по мочекаменной болезни и операциям через мочеспускательный канал при доброкачественной гиперплазии предстательной железы. Вот на них надеемся. Приехали молодые ребята с горящими глазами, пробыли у нас одну неделю. Вот, и я думаю, что они скоро у нас появятся. Но клинический медицинский центр святителя Луки, мало того, что находится на территории медакадемии КФУ, но еще и под крылом Крымского федерального университета. Кому, как ни вам, ковать кадры прямо на месте, уже со студенческой скамьи, чтобы люди готовились к дальнейшей работе в этой клинике. Есть такие сейчас направления деятельности? Конечно, конечно. И это задача, которая стоит сейчас, и она поставлена руководством КФУ. Сейчас вот создается так называемый хирургический театр, когда вот эти сложные эндоскопические операции можно будет транслировать в учебный зал. И пациенты в живом эфире, так называемая живая хирургия, очень интересное направление. И студенты смогут смотреть. Не только смотреть, но и спрашивать, задавать вопросы о хирургической бригаде. Но эта модель работает, я знаю, не понаслышке. И мы говорили с кандидатом медицинских наук Олегом Расиным, который на кафедре офтальмологии работает. У них как раз в клинике идет трансляция для студентов как раз по ходу операции. Ну, это должно быть просто. Сейчас пока мы хотим реализовать этот проект, и он в ближайшее время будет реализован. Это просто должно быть. Ну, раз вы слово проекта уже сейчас вспомнили, давайте о перспективах поговорим. Я там слышал о роботизированной хирургии. Давайте чуть подробнее расскажем, и мне в том числе, потому что хотелось бы некоторых подробностей. Сотрудники урологического отделения занимаются давно разработками новых медицинских технологий. У нас стоят сейчас в операционной лазеры, гольмиевый, диодный лазер. Это хирургические аппараты высокой мощности, в разработке которых участвовали наши сотрудники. Реализованы проекты. Это то самое импортозамещение, о котором мы много с вами говорим. Это все реализовано. Почему, собственно, мы и оказались здесь, в этой клинике, потому что давно этим занимаемся. По роботизированной хирургии. Сейчас существует общероссийский проект, в котором должен быть создан робот для так называемой роботоассистированной операции, для операции через мочеиспускательный канал. В этом проекте несколько университетов, в том числе и сейчас Крымский федеральный университет. Это то, что должно быть реализовано в ближайшее время и должно помочь врачам делать эти операции, потому что эти операции очень энергозатратные. Неудобное положение рук. Эндоскопы надо держать долго в каких-то положениях, которые очень нефизиологичны для врача. Вот вы сразу напомнили мне в свое время в журнале «Теория и практика физической культуры и спорта». Я публиковал статью о том, как надо тренироваться хирургам. Ну, в частности, речь шла о таракальных хирургах, которые по 5-6 часов стоят у операционного стола. Я думаю, здесь тоже не менее актуальны вот такие комплексы тренировочные для того, чтобы быть в хорошей форме самим хирургам. У нас еще несколько минут, Сергей Николаевич. Я не могу не задать еще один вопрос. Детская урология существует? Сейчас мы, опять же говорю про эту федеральную программу «Мужское здоровье». Там должны быть и дети. То есть мы занимаемся, но это этапы организации. С детской урологией у нас существуют проблемы в Крыму. Они существуют и в Севастополе, они существуют в Крыму. Вот, то есть это наша задача, задача такая стоит, и мы этим вопросом занимаемся. Да, это очень важно. А студенты на базе клиники КФУ проходят теоретические какие-то занятия? У вас есть контакт? Вот я почему спросил, потому что замечательный проект у нас сейчас с медакадемией нашей. В сельские лечебные учреждения приезжают студенты медакадемии со своими преподавателями, чтобы ознакомиться с первичным звеном здравоохранения. А уж с клиникой КФУ, которая под боком, сам Бог велел? Занятия проходят ежедневно, и студенты эти появляются в операционной. Я сейчас, пользуясь случаем, хочу пригласить молодых, крепких, здоровых, кто интересуется урологией, кто интересуется хирургией, приходите к нам. Вы попадете в операционную, увидите операционную совершенно нового уровня. У нас там, кстати, существует и проект операционной нового типа, где проводится предоперационное планирование этих операций, основание данных КТ, УЗИ, МРТ. То есть все вот это вот настолько интересно, технологично, актуально. Пожалуйста, приходите. Да, и пожалуйста, приходите. Вот именно этой фразой мы и завершим сегодня наш диалог, потому что предупредить заболевание легче, чем лечить. Это уже давно известно. И здоровье каждого богатства всех. Давайте, друзья, исходить из профилактического направления наших бесед со специалистами клинического медицинского центра «Святителя Луки». Сегодня руководитель хирургического центра клиники КФУ, заведующий урологическим отделением, член Европейской ассоциации урологов Сергей Николаевич Еременко отвечал на мои вопросы. Кстати, часть вопросов я подчеркнул из ваших сообщений тоже. Наш проект будет продолжен в обязательном порядке. Мы говорили сегодня о конкретно хирургическом направлении урологии. Желаем всем здоровья и урологического, в том числе, после диалога с Сергеем Николаевичем. Я обещал напомнить еще раз контактные телефоны клиники КФУ. Мобильный плюс семь девять семь восемь девять восемнадцать тринадцать тридцать четыре и стационарный код Симферополя три шесть пять два пятьдесят пять сорок семь сорок шесть. Двадцать секунд гостю традиция наших встреч на любые темы. Слушает весь Крым в интернете весь мир. Спасибо. Я желаю здоровья вам, всем тем, кто меня слышит. И поймите, что это наша общая задача. Задача врачей и пациентов. И когда у нас есть понимание общей цели, есть доверие, мы можем получать очень хорошие результаты. Спасибо, Сергей Николаевич. Надеюсь, что мы открыли первую страницу нашей биографии встреч на радио «Спутник Крыму». Вам больших успехов и реализации всего намеченного. Всего доброго. Спасибо. Будем стараться. Советы доктора Левина. В эфире радио «Спутник в Крыму» каждый четверг в двенадцать часов тридцать минут. Слушайте, консультируйтесь, задавайте вопросы. И, пожалуйста, будьте здоровы.